Сегодня, спустя сто лет после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, отчетливо видна связь вековой истории и сегодняшнего дня, особенно в контексте украино-российских отношений. На булаве Богдана Хмельницкого была написана фраза на латыни, означающая «все повторяется». История ходит по кругу, и невыученные уроки прошлого грозят одними и теми же ошибками в будущем. Все действительно повторяется. В Украине главная угроза продолжает исходить от восточного соседа, и все так же актуальны слова Михаила Грушевского о том, что на двоих украинцев три гетьмана. История украинской революции 1917-1920 годов богата драматичными событиями, которые отражают поиск национальными элитами путей утверждения демократической государственности. Большевистская Россия имела свое представление относительно Украины, как житницы и сырьевого придатка, и поэтому у большевиков сложились напряженные взаимоотношения с Украинской Народной Республикой. Ради Бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба и еще раз хлеба. Содержание этой ленинской истерики позволяет понять градус притязаний большевиков. Лев Троцкий вторил Ильичу. «Украина является для России поставщиком зерна, угля, оружия. Надо забирать все это беспощадно». Украинская Народная Республика была преградой на пути большевистской экспансии, поэтому Ленин и Троцкий начали готовить против нее восстание с целью свержения. Но попытка большевистского восстания в Киеве не удалась. В ноябре 1917-го заговорщики были окружены, разоружены и высланы в Россию. Однако большевики не оставили своих попыток захватить всю Украину, но из-за фиаско в Киеве они начали действовать более точечно. Большевистская фракция в полном составе переехала в контролируемый советскими войсками Харьков, где 24-25 декабря провела альтернативный всеукраинский съезд советов. Участие в нем приняли около трети от всех советов Украины. А уже 25 декабря этот съезд провозгласил Украину Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, признал ее федеративной частью Советской России и силу декретов Петроградского Совнаркома. А Совнарком, в свою очередь, признал легитимность Харьковского съезда и выразил готовность оказывать ему поддержку в борьбе с буржуазной Центральной Радой. Харьковское правительство не имело реальной власти на украинской территории и все свои решения принимало с согласия Петрограда. Оно было удобной ширмой для Совнаркома в Петрограде, который получил возможность любую агрессию русских большевиков вписывать на внутренний конфликт между Харьковским народным секретариатом и Киевской Центральной Радой, то есть трактовать как гражданскую войну в Украине. Ничего не напоминает? Россия и сегодня называет развязанную ею войну внутренним конфликтом в Украине. 26 декабря 1917 года красные части, которые дислоцировались в Харькове, должны были отправляться на Дон, но неожиданно напали на станцию Лозовая, а через два дня на город Чугуев. С этого началась горячая фаза Первой Российско-Украинской войны. На протяжении января большевики, преодолевая сопротивление отдельных частей добровольческих батальонов, постепенно заняли большинство городов Левобережной Украины и установили там свой контроль. 24-27 января развернулись ожесточенные бои за станцию Бахмач, а 29 января состоялся знаменитый героический бой под Крутами. Тогда юнкера юношеской школы имени Богдана Хмельницкого и первой сотни студенческого Куреня вступили в схватку с большевистскими оккупантами. Тут снова напрашиваются параллели с современностью, когда в авангарде Майдана в 2014 году плечом к плечу стояли лучшие представители студенчества. В бою под Крутами безвозвратные потери украинцев составляли до 100 воинов, а красных – около 300 человек погибшими. По завершении боя украинские юнкера отступили к эшелонам и отправились в направлении Киева, уничтожив за собой железные дороги и мосты. Движение агрессора на несколько дней было остановлено, и это позволило украинской делегации в Бресте подписать мирный договор со странами Четвертного Союза. Боевые действия побудили Центральную Раду отмежеваться от России. Во время заседания украинского правительства 8 января 1918 года Никита Шаповал заявил, «Раз армии нет, а надо защищать Украину, то единственный выход – провозглашение независимости Украины, что позволит стать твердо на международной арене и приступить к организации новой физической силы». Украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 года в условиях российской большевистской агрессии. Этому значительному событию было посвящено закрытое заседание Малого Совета. Оно началось 22 января и закончилось ночью 25 января. На обсуждение вынесли три проекта, но в конце выработали общую редакцию, которая и вошла в историю как судьбоносный четвертый универсал Украинской Центральной Рады. С середины февраля 1918 года началось контрнаступление вооруженных сил УНР вместе с союзными немецкими войсками. До апреля месяца Украина была полностью освобождена от большевистских оккупантов. Первая российско-украинская война имела все признаки гибридной. Петроградский совнарком официально отрицал участие РСФСР в войне, ведя ее от имени Харьковского народного секретариата. На территории России происходило формирование вооруженных отрядов. Из-за поребрика поставлялось оружие и военное снаряжение. Военные действия против УНР сопровождались мощной информационной войной, целью которой было посеять уныние и разочарование в украинцах, уничтожить их способность к сопротивлению. Российская пропаганда пыталась создать в украинском обществе образ чужой войны. Мол, рядовых граждан это не касается. Нет войны между «братскими» российским и украинским народами, а происходит противостояние за власть между Харьковским народным секретариатом и Буржуазной Киевской Центральной Радой. Начало первой российско-украинской войны, как, впрочем, и события весны 2014-го, неожиданно обнаружило, что Украинская Народная Республика не располагает войсками, способными ее защитить. Более того, украинские политики не имели четкого видения о необходимости путях создания и форме собственных вооруженных сил. В частности, Владимир Вениченко и его соратники-социалисты были убеждены, что до войны с русскими большевиками не дойдет и не видели необходимости в создании регулярной армии. Следовательно, организацию украинской армии пришлось осуществлять на ходу, в условиях войны. Только 16 января 1918 года Малая Рада приняла закон о создании народного войска. Ключевую роль в создании вооруженных сил УНР играл генеральный секретарь военных дел Симон Петлюра. В защиту УНР стали добровольцы. Как и весной 2014 года, основное бремя по защите Родины легло на плечи бойцов-добровольцев, собранных в таких частях. Гайдаматский Кош Слободской Украины, созданный по инициативе Симона Петлюры. Первый курень сечевых стрельцов под руководством Евгения Коновальца. Вспомогательный курень сечевых стрельцов, укомплектованный добровольцами, воспитанниками высших и средних учебных заведений Киева. Конный имени Кошевого атамана Костя Гордиенко, полк, курений Свободного Казачества и других частей. Большевистская власть преследовала все украинское. Российские оккупационные войска развернули террор против украинцев. Основанием для расстрела мог стать украинский язык или же документы, выданные украинскими органами власти. Журнал «Красное знамя», орган украинских левых социал-демократов, писал 14 февраля 1919 года. Мы на практике знаем, чем является завоевание Украины советской Россией. Мы пережили целую вакханалию уничтожения всех признаков украинской нации, топтания портретов Шевченко, расстрелы за украинское удостоверение и за украинский язык. Мы хорошо помним плакаты с надписью «Смерть бружуям и украинцам». Мы знаем факты, как местные совдепы обвиняли учителей украиноведения в средних школах в том, что они преподают контрреволюционную дисциплину. Лидеры российских большевиков рассматривали Украину как колонию, которая могла обеспечивать митрополию хлебом, сахаром и углем. Соответственно, россияне пытались установить свой контроль над богатыми природными ресурсами регионами, в частности, Донецким бассейном. Еще в начале июня 1917-го на общем собрании Киевской организации большевиков один из их лидеров Георгий Потаков отмечал «Мы поддерживаем украинцев в их протестах против всяких циркулярных запретов правительства, как то запрет украинского военного съезда. Но в целом украинцев поддерживать нам не приходится, потому что пролетариату движение это невыгодно». Большевистская Россия не могла существовать без Украины экономически, а сейчас путинская Россия не может без Украины по идеологическим и политическим причинам. В свободной, независимой, демократической Украине Кремль видит огромную угрозу своему режиму, но действует все теми же большевистскими методами. 22 января 1918 года впервые в 20 веке была провозглашена украинская независимость, а 24 августа 1991 состоялось ее восстановление. Именно благодаря украинской революции 1917-21 годов украинский народ впервые в 20 веке создал независимое национальное государство, мобилизовав все национальные силы. Украинская Народная Республика была среди первых новых суверенных стран, появившихся в Восточной Европе в результате процессов государствообразующего периода Первой мировой войны. В декабре 1917-го независимость провозгласила Финляндия, в январе 1918-го – УНР, потом образовались Эстония, Литва, Чехословакия, Польша и другие. Независимость и суверенность являются залогом выживания нации. Потеря независимости в результате большевистской оккупации в дальнейшем привела к миллионным потерям среди украинцев от голодомора, репрессий и войн. Свою первую годовщину независимости 22 января 1919 года Украинская Народная Республика отметила торжественным принятием Акта Воссоединения с Западноукраинской Народной Республикой. Поэтому сейчас, в этот день, мы отмечаем два чрезвычайной важности исторических события. Первое провозглашение независимости Украины и День Соборности. Слава Украине!